Ароматические масла нынче в моде, как и все натуральное. И это замечательно, но стоит помнить, что это весьма эффективное и сильнодействующее средство. Ароматические масла не просто влияют на настроение, а воздействуют на весь организм человека. Через вдыхание эфирных масел происходит влияние на нервную систему, на физическое и эмоциональное состояние, на память и сон, на гормональный фон. А при соприкасании с кожей масла проникают в лимфу и кровь, очищая различные органы. У каждого масла свое воздействие, что нужно обязательно учитывать. Тем не менее, есть ряд общих полезных применений большинства масел. Это освежение и очистка воздуха. Это укрепление иммунной системы. Это устранение вирусов, бактерий, некоторых видов плесени и грибков. Это помощь в лечении заболеваний дыхательной системы, простуд. Это снятие боли при различных заболеваниях. Поскольку эфирные масла это сильнодействующее средство, перед их использованием желательно убедиться, что у вас нет на них аллергии. Для этого достаточно капнуть немного масла на сгибе локтя. При появлении сыпи, раздражения, дискомфорта данное масло лучше не использовать. Покупать нужно только качественные натуральные масла в стеклянной упаковке с полным названием и сроком годности и или датой изготовления и упаковки. Обязательно надо обратить внимание на срок годности. Старые масла часто не только неэффективны, но могут быть и опасны. Какие же есть пособы применения ароматических масел? Арома курительница для освежения и очистки воздуха, создания приятной, праздничной или рабочей атмосферы для расслабления или наоборот взбадривания. Ингаляции холодные. Это вдыхание масла в течение нескольких минут из флакона или после нанесения масла на ткань. Ингаляции горячие. Вдыхание теплого пара от горячей воды с добавлением 3-5 капель эфирного масла. Голова при этом закрыта одеялом. Ванны и ванночки. Общие, сидячие или для ног. Горячие или теплые. Конечно, с добавлением определенного вида масла или их сочетанием. Компрессы. Ткань, промоченная маслом, прикладывается на 30 минут к больному месту. Сверху на компресс накладывается пленка или клеенка. Такие компрессы делаются при травмах, ушибах, растяжениях и при хронических заболеваниях. Растирание. Несколько капель эфирного масла растворяют в оливковом или подсолнечном масле, а затем наносят на больное место и втирают в кожу. Массаж с маслом. Это может быть массаж позвоночника, конечности или живота. Маски для волос. Эфирные масла смешивают с базовым маслом и наносят на волосы за 30-40 минут до мытья головы. Полоскание. Которое используется при воспалительных заболеваниях слизистой оболочки полости рта, хроническом танзелите. Для этого нужно буквально пару капель эфирного масла добавить в полстакана теплой воды и полоскать 3-4 раза в день. Также масло можно использовать внутрь. Одну-две капли эфирного масла смешивают с чайной ложкой меда или с теплой водой или травяным чаем. Обратите внимание, что перед приемом эфирного масла внутрь желательно посоветоваться с врачом. Теперь подробно о некоторых видах ароматических масел и их пользе. Масло розмарина при вдыхании улучшает память и ускоряет выздоровление от инфекций. При массаже головы оно способствует росту волос. При массаже тела масло розмарина помогает расслабить мышцы, а также оно является мощным антиоксидантом. Масло эвкалипта используется для лечения инфекций носовых пазух и респираторных инфекций. Согласно результатам некоторых исследований, вдыхание травяных смесей, содержащих эвкалипт, сводит к минимуму симптомы инфекций. Это масло имеет также противоопухолевые свойства, убивая опухолевые клетки. Также масло эвкалипта убивает грибки и бактерии на коже. Кроме того, его можно использовать как натуральный дезодорант, применяя в подмышечной впадине. Эфирное масло чайного дерева обладает выраженным противогрибковым действием. Вдыхание масла чайного дерева может быть полезно при лечении воспаления легких. Полоскание рта маслом чайного дерева полезно людям, страдающим от воспаления десен. При нанесении на кожу головы масло чайного дерева помогает бороться с перхотью. При нанесении на рану оно способствует заживлению и предотвращению ее инфицирования. Кроме того, эфирное масло чайного дерева помогает отпугивать насекомых. Эфирное масло лимона при приеме с водой может стимулировать процесс пищеварения. При распылении в помещении масло помогает отпугивать насекомых. При смешивании с водой эфирное масло лимона может использоваться для мягкого очищения поверхностей. Антиоксидантные свойства лимона и его масла помогают уничтожать вирусы в горле. Масло грибфрода снижает стресс, напряжение и тревожные состояния. Оно имеет антимикробные свойства, поэтому при местном применении в разбавленном виде очищает кожу лица от угрей. Также масло грибфрода помогает защищать раны и ожоги от инфицирования. Субтитры создавал DimaTorzok